Жительница Северо-Казахстанской области Ирина Рейбант обвиняет полицейских в гибели сына. По ее словам, преступление произошло еще 4 года назад, но уголовное дело до сих пор не возбуждено. Виновные тем временем до сих пор не найдены и не наказаны. В региональном департаменте полиции тем временем выдвигают свою версию произошедшего. В ситуации разбирался Аннуар Амангельдинов. По словам родных, 2 марта 2017 года полицейские задержали Анатолия Рейбанта за распитие спиртного и поместили в изолятор. Там его истекающего кровью с различными травмами якобы обнаружили родители. Сестра погибшего Татьяна Баторина заверяет, что ее брата избили правоохранители, отчего он и умер спустя несколько месяцев. Нас это не удовлетворяет, потому что они не обращают внимания на эксгумацию, которая эксгумация доказала все телесные повреждения. Как эксперт, я не знаю, наш эксперт Платко, делала вскрытие. Она элементарная, на нем не увидела татуировки его ны. В региональном департаменте полиции заявили, что гибель Анатолия Рейбанта никак не связана с побоями. Результаты досудебного расследования показали, что смерть наступила от механической асфиксии, возникшей в результате закрытия дыхательных путей желудочным содержимым. Для установления степени алкогольного пенения данные граждане были доставлены в Центр временной адаптации и детоксикации, где при входе в здание Рейбан разбил ранее спрятанную им за пазухо стеклянную бутылку и начал носить себе порезы в области запястья. В целях недопущения дальнейшего противочинения себе телесных повреждений сотрудниками полиции были предприняты специальные средства. В департаменте также добавили, что после инцидента было проведено расследование и все доводы родных погибшего Анатолия Рейбанта своего подтверждения не нашли. Но вот мать Анатолия уверена, что дело полицейские так до конца и не довели. В знак протеста женщина решила объявить голодовку, чтобы в полиции возобновили расследование. Ануар Амангельдинов, Алина Нургожина, Североказахстанская область, телеканал Алматы.